Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос и, значит, попробую вам на него ответить. Значит, вы задаете вопрос, как вести себя в этой ситуации, в ситуации, в которой вы оказались. Итак, я буду читать ваш текст и давать им комментарии, а потом попробую дать вам ответ на вопрос. Значит, мой супруг проразил с бывшей женой 14 лет, два общих ребенка 17 и 18 лет. Ну, из вашего дополнения, я сразу понял, что, значит, они не живут уже 4 года. Вот. Хотя, я подумал, что они, может быть, детей зачали до брака, такое бывает. В течение прошлой супружеской жизни она его подавляла, была королевой положения. Ну, то, что подавляло, это своего рода определенный модель поведения, быть может, поведение родителей, быть может, по гендерной позиции, это позиция ведущего, а ваш, может, соответственно, ведомый. Вот. Ну, это выбор, в принципе, каждого человека здесь, хотя, зависит от удовлетворенности каждым своим положением. Видимо, ваш муж не был удовлетворен до конца своим положением, раз он не развелся. Значит, познакомились мы с мужем уже после их развода, нашему браку 2 года, а детей пока нет. Обеспечивает детей мой муж полностью. Ну, то есть, как бы, вот, где-то непонятно, он платит алименты, или он, прям, вот, полноценно их содержит, так, как если бы он жил с ними. Значит, ну, то, что вы встретились с мужем уже после их развода, это хорошо, детей пока нет, но вы хотите детей, да? Получается. Их мама, мама детей мужа, оказывает влияние таким образом, что они не хотят со мной общаться, да и я особо к этому не стремлюсь. Ну, было бы странно, если бы его бывшая жена не влияла на них, на детей таким образом, чтобы они хотели со мной общаться, чтобы они не хотели со мной общаться. Дело в том, что, ведь, его жена, если она, действительно, вот, давила на муж, то она считала, что он рано или поздно к ней вернется, и для нее стало неприятным сюрпризом то, что муж нашел вас, ну, условно говоря, нашел. То есть, для нее он нашел вас. И, скорее всего, именно вас она и винит в том, что вы увели ее мужа бывшего. Хотя, в действительности, вы никого не увозили, это понятно, и, в общем-то, муж сам учил, но бывшую жену это не волнует. То есть, здесь все правильно, здесь все логично, естественно, ну, вот, разве что в ковочках вы написываете, что я особо к этому не стремлюсь. То есть, вы говорите о том, что вам это не особо важно. Если вам не особо важно, то непонятно, зачем вы это написали. Либо вас это задевает, либо вы в этом видите угрозу для своего брака. Если задевает, то почему в чем, если вы видите угрозу, то, опять же, почему в чем. Это значит, неоткровенно демонстрирую отношения, но холод-холод чувствуется. Но, опять же, было бы странно, если бы холод не чувствовался. На мой взгляд, здесь хорошо уже то, что откровенной какой-то неприязни нет, потому что в других случаях неприязнь и откровенная довольно чиста. Были моменты, когда муж сильно переживал от ее колких слов или действий, унижающих его. Ну, здесь как бы нужно понять, что муж переживает потому, что его это задевает. Да, его это задевает, плюс у него явно нарушена личная граница. И вопрос про личные границы, он таков, что, с одной стороны, человеку нужно давать грамотно другому понять, вот о чем можно, например, разговаривать, а о чем нельзя. И, со своей стороны, соблюдать вот это правило, что я не буду разговаривать с тобой на те темы, которые я считаю неприемлемыми для себя. И, с другой стороны, личные границы, это как бы внешнее обеспечение было. А, с другой стороны, шеи с внутренним обеспечением, когда человек просто не позволяет себе эмоционально вовлекаться в определенные темы, в определенные разговоры, потому что это и нарушает его личные границы. То есть, то, что вашего мужа уже задело, вот, речь жены, да, быстро, говорит о том, что он уже границы свои нарушил сам. Не она, он сам, тем, что позволил себе вовлечься в это. Ну, а другой человек, он может говориться что угодно, по большому счету, личные границы могут не интересовать. И здесь, как вы понимаете, существуют вот эти вот две ступени защиты личной границы. Ну, и нужно здесь, соответственно, уже работать с вашим мужем, выяснять, какие у него проблемы, почему он личные границы не выстраивает, откуда у него неуверенность в себе, почему эта неуверенность в себе не купировалась отношениями с вами и загрел у него слабые точки, чтобы с ними работать, дабы жена не могла на них надавливать. То есть у меня, пишите, вы, есть ощущение присутствия некого внедримого барина в нашей семье, от которого зависит состояние моего супруга. Ну, интересно, что вы написали о том, что он, что были моменты, когда муж переживал из-за того, что ему сказала его бывшая жена. То есть моменты были, а не есть. И я понимаю, что, скорее всего, это не точность определенная, но тем не менее, тем не менее. Я на это обращаю ваше внимание. Это важно. Дальше. Значит, если вы пишете, что чувствуете присутствие внедримого барина, то в этой ситуации, в этом контексте, я рекомендовал бы вам в первую очередь подумать о нескольких вещах. Во-первых, только от вашего мужа зависит его состояние. И понятно, что эмоционально к своей жене он еще привязан и от нее зависит, но ему проще сейчас будет работать с этой зависимостью, если он, например, будет, как бы, вместе с психологом вот этот путь личностного роста, избавление от зависимости в контексте бывшей жены проходить. С другой стороны, частично отвечая на ваш вопрос, как себя вести, вам нужно понимать, чем именно задевает бывшая жена вашего мужа, и помогать ему путем диалога с ним, путем как бы доказывания ему, путем утверждения ему того, что она не права. Ну, как-никак, вашему мужу нужна поддержка. Средицы можете только поддержать, проявить понимание, проявить эмпатию, постольку-поскольку, проявить поддержку и, собственно, как бы понять, что это такой вот тяжелый период в вашей жизни. Но, естественно, если муж хочет, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были спокойны, чтобы у вас все было хорошо, у вас и в вашей семье, и чтобы дети будущие счастливы были, то нужно что-то с этим делать, и будет нам нужно понять, что это его ответственность, в первую очередь, и пока он сам с этим работать не будет, ну, ситуация будет такая. То есть вы каких-то результатов, может быть, и добьетесь, конечно, но надо сказать, что результаты будут незначительные, особенно если учесть, что мужчина чувствует, что ведь и вы от него чего-то ожидаете, и вы от него чего-то сделаете, и вы от него чего-то хотите. А это, скорее всего, вы не получаете от него. И это еще больше, возможно, его подавляет. Здесь вам можно проявить определенную такую позитивную линию поведения, может быть, даже такую простецкую, дружескую, понедрадскую, вот, проявить себя с легкой стороны, с такой, вот, знаете, немного профигистичной стороны, поддерживать мужа, смешать его, развлекать, то есть как-то дать ему понять, что вообще для вас этого ничего не существует, и если мужчина вам доверяет, и если мужчина вас любит, то он обязательно поверит вам, хотя бы от счастья. И, возможно, что-то от вашего поведения перемет. Перемет. Далее, к детям он очень привязан. Привязанность это, знаете, эмоциональная зависимость, да, то есть, у меня ребенок, я не заботюсь, но я должен быть с ним потому что. Вот почему потому что. Очень важный момент на самом деле. то есть, в чем заключается привязанность вашего мужа к детям, и как он воспринимает эту привязанность, и как вы воспринимаете эту привязанность. А главное, как дети, они достаточно взрослые, относятся к тому, что их по сути используют как некий такой аргумент в споре между мужем вашим и его бывшей женой. Это вот такой тоже достаточно важный момент. мне он, то есть ваш муж, заявляет, что любит меня, и возвращаться к ней не захочет в любом слушать. Скажите, пожалуйста, аноним, а как получилось так, что у вас вообще разговор про это зашел? Кто-то куда-то сможет собраться возвращаться, что кто-то куда-то может уйти. Вы не доверяете друг другу? Почему муж об этом говорит? Что заставляет его вам это говорить? Он сомневается в вас, он сомневается в себе, у него чертва вины перед детьми. Кстати говоря, может быть именно оно, это самое чертва вины перед детьми, и опосредует привязанность. Ну вот тут конечно нужно выяснять. За все это время они толком не общались, только манипуляцией через детей. Ну вот вы знаете, как вот у меня отважилось такое впечатление, что вы своего мужа оправдываете, пытаетесь вы его как-то оправдаете. И здесь я пожалуй соглашусь со своим коллегой в том, что вот его жена это тиран, вы такой спаситель, а муж это вот такая зертва, которая вот нуждается в спасении. Ну и в итоге никто из вас не счастлив, потому это вы спасаете своего мужа, жертвуя собой. Муж собственно являясь самым пострадавшим здесь, вообще ответственности не несет, то есть ну он как бы до сих пор не перешел по сути вашу семью из своей семьи предыдущей, у него остались какие-то привязки к детям, и жена зная это им манипулирует кстати для чего, вот, ну и собственно в итоге каждый занимает свою роль, но каждый не счастлив. значит как вам вести себя в этой ситуации я думаю так. Ну во-первых вы можете продолжить свою роль спасателя, только возвести ее в определенный ну скажем так максимум, то есть показать например мужу вот это видео этот аудио ответ дать ему его послушать чтобы он увидел проблемы свои и чтобы с этими проблемами уже сам обратился на наш сайт либо к выбранному специалисту и этим самым вы поможете своему мужу освободиться в максимально быстрые сроки. то есть работа потребует какого-то времени но куда меньше чем вот только вы в течение двух лет вместе и по сути такая вот ситуация происходит. Либо вы можете занять позицию как наверное вам тоже сказал мой коллега позицию взрослого и сказать что вот дорогой своему мужу дорогой я тебя очень люблю я хочу быть с тобой но я не собираюсь делить тебя с другой женщиной которая очевидно на тебя имеет сильное влияние из-за чего ты пребываешь в плохом настроении и если ты пребываешь в плохом настроении я понимаю что я не делаю тебя счастливым и поэтому я в этом случае наверное от тебя уйду ну это будет вот такое решение взрослого человека который считает другого взрослого человека то есть вашего мужа ну равным себе ну по сути два варианта решения вы знаете если вы хотите своему мужу помочь и если у вас действительно есть к нему чувства есть к нему любовь то поступите как я говорил в первом варианте если вы понимаете что вы так сделаете например но мужа после этого вы уважать не будете не сможете уважать его именно то соответственно поступать лучше вторым путем и здесь уже либо ваш муж сам эту проблему решит и окончательно будет с вами без какого-либо следа от бывшей жены либо вы расстанетесь но по крайней мере вы не будете мучиться и не будете мучить возможно его вот так мне видится эта ситуация так мне видится ваша проблема если честно вот из того что можно было бы добавить хотел бы чтобы вы сказали а хотите то вы чего вот вы говорите как вам поступить то есть вы по сути просите психологов чтобы мы вам сказали готовый вариант решения а сами то вы чего желаете сами то вы чего хотите чего вы хотите какие у вас чувства какие у вас эмоции как вы к этому относитесь вот так и нужно поступать другое дело что это может быть стоит проанализировать чего именно вы хотите как именно вы хотите поступить и почему важно чтобы вы осознавали для чего вы поступаете именно так и какую цель преследуете поступая именно так вот без этих моментов вряд ли можно говорить об однозначном ответе на вопрос как вам поступить надеюсь вот этот момент вы точно для себя зафиксируете на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку я вам помогу если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим если у вас появится желание написать дополнение известите меня пожалуйста в личку дабы я смог прочитать дополнение и дополнить также свой ответ желаю вам всего самого доброго и успешного разрешения данной ситуации до 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 Продолжение следует...